Россия не могла попасть в этот список. Россия – страна чрезвычайно опасная для жизни. Нам для этого не нужно никаких международных опросов, мы это знаем по своей жизни, по своей практике. Вокруг каждого из нас, я думаю, вокруг меня, десяток убитых в разное время, в том числе моих коллег-журналистов, просто избитых, мне ломали нос. В России нельзя жить какое-то более-менее долгое время, чтобы не столкнуться с этим в буквальном смысле самому или своим близким. Мы знаем, что милиция, звонок в милицию – это последнее, что приходит нам в голову в этом случае. Милиция не одного раза из, наверное, полутора десятков раз, когда мне нужна была помощь, мне помощи не было оказано. Разумеется, Россия чрезвычайно опасная страна и для детей, по определению самую незащищенную часть общества. Так что отсутствие России не удивляет. Как не удивляет и антисиротский так называемый закон, потому что в России традиционно, как не удивляет антисиротский закон, потому что в России традиционно человек национализирован. Человек, как говорил Руссо, рождается свободным, между тем он всюду в оковах. Человек рождается свободным. Теоретически человек рождается для того, чтобы прожить свою собственную свободную и счастливую жизнь. В России подразумевается ее история, ее менталитетом, что человек рождается для государства, что человек некоторый инструмент, винтик для каких-то нужд государств. И дети, с точки зрения Путина и его, значит, путинской думы, это некоторый инструмент для политического воздействия на Соединенные Штаты Америки и так далее, и так далее. Дети инструмент такой же, как и мы. Дети взяты в заложники. И, конечно, никаких детях об их лучшей жизни, большей безопасности никто не думал, принимая этот закон. Этот закон в черновиках думы и на этот случае есть документ, это сканировано. Там было в чернике написано антимагнитский закон.